здравствуйте дорогие друзья это канал дачи в германии и с вами я тома фокт сегодняшнее наше видео будет о том как же нам спасти наш виноград наш урожай от солнечных ожогов от птичек от ос и других всяких насекомых которые посягают на наш урожай самое первое начнем с того что же такой солнечный ожог винограда я вчера начала одевать сеточки на свой виноград и заметила то что на каждой кисточке буквально есть по три-четыре а то и больше ягодок которые подпеклись на солнце вот сейчас я вам покажу одну из них вот такая вот виноградинка вот я на солнышко вам покажу вот это самый настоящий солнечный ожог если у вас есть такие пятнышки в такую сильно солнечную погоду не пугайтесь этот самый настоящий солнечный ожог он должен выглядеть вот таким вот суховатым не мокрым до видите сразу что такое углубление аж есть это самый настоящий солнечный ожог были хуже ягодки которые сильнее подпеклись но к сожалению я уже их выбросила не могу вам их показать вот есть маленькие точечки но самое главное что нужно вам запомнить что если вы увидели на своих кисточках такие ягоды их перед тем как прятать их сеточки или укрывать там чем-то другим их обязательно нужно оборвать потому что они все равно будут подгнивать будут портиться и соответственно будут портить рядом с собой висящие ягодки это вот самое первое что же мы должны предпринять чтобы наш виноград не сгорел под такими сильными лучами солнца самое первое нужно или приобрести вот такие сеточки как вы видите перед собой я все каждую кисточку спрятала в сеточку может быть не так сильно и они защищены может все равно конечно они просвещаются и это видно вот но все равно какая-то защита есть я вижу что сегодня вот уже солнце печет но ни одна ягодка еще не подпеклась вот а вчера позавчера это просто я подошла к своему винограду мне его было так жалко потому что подпеклись самые красивые самые крупные ягоды которые уже налились больше всего вот пришлось все их удалить и выбросить вот одела сеточки вот такие спасибо моим знакомым привезли мне с украины вот и хотела бы немножко остановиться на этих сеточках здесь таких сеточек нет здесь немножко другие можно приобрести в интернете они более прочные которые здесь продаются более такие вот по плотнее немножко здесь вот нейлон этот немножечко такой тонкий но в принципе он хорошо продувается вот почему мне он нравится вот и не не такие совсем качественные эти сеточки которые с украины вот я вам сейчас покажу они их нужно как говорится доработать я специально не стала обрывать вот эти узелки вот смотрите видите на двух концах вот с этой стороны и с другой стороны нитки висят когда открываешь упаковку да нужно обязательно взять завязать узелок и отрезать вот здесь эту нитку чтобы вам они не мешались и не портили эстетический вид то же самое вот здесь сверху тут где прошита дорожка для вот этих вот веревочек да это тоже нужно обязательно связать эти две веревочки и завязать их вместе и отрезать эти нитки чтобы они не путались вот этими потому что они вам будут мешать потом вы дернете и у вас шва уже не будет он просто очень легко удаляется вот нужно доработать я сидела долго чтобы все вот это сделать каждую сеточку дорабатывала это время конечно же но ничего зато они подольше послушать а так они очень даже хорошие прочные если вы вот это сделаете за зафиксируйте края можно сказать вот и все будет хорошо если у вас нету таких сеточек что же нужно сделать как можно спасти от солнечных ожогов свой виноград я бы вам посоветовала есть продается в магазинах в к в хаге балмартах разных продается сетка зеленая такая садовая сетка можно просто сплошным слоем вот так вот во всю длину шпалеры на прищепки или на что-нибудь еще привязать ее и в самые солнечные дни вот когда такой сильный солнцепек как вот сейчас вот она очень хорошо прикроет ваши грозди от солнца те гроздочки которые у меня висят с той стороны там где на них плохо попадает солнце они абсолютно не подпеклись им там хорошо вот и все нормально с этой же стороны конечно же ожоги были если у вас нет возможности купите такую садовую сетку пользуйтесь всем чем угодно или тонкий светлый спонбонд или тюль какая-нибудь старая или какая-то светлая ткань все равно что но ягоды пекутся очень сильно нужно по-любому их прикрывать потому что очень жалко это сколько нужно было приложить усилий чтобы вырастить вот этот урожай чтобы он до такого вот состояния вырос и просто так отдать его так сказать на съедение солнышку нашему очень жалко поэтому постарайтесь уже найдите какие-то способы прикройте свои кисточки чтобы вы потом могли лакомиться осенью сладким вкусным виноградом вот вчера скорее всего была маленькая точечка сегодня побольше уже стало смотрите вот еще одна видите вот это тоже солнечный ожог уже вроде прикрываешь и закрываешь и все равно и через сеточку все это проходит может даже еще чем-нибудь прикрою если вы конечно же будете вот смотрите опять видите все равно что-то где-то пропустила вчера вот если вы будете покупать такие сеточки ну даже если не не из украины а просто в интернете я бы вам просто посоветовала какой размер нужно покупать этих сеточек потому что знаю будете спрашивать меньше чем 5 литровый я бы вам не советовала покупать эти сеточки 5 литровые сеточки это размер 22 сантиметра и на 28 то есть 28 длину и 22 в ширину двухлитровые подойдут наверное только на винный виноград вот но если вы хотите столовую выращивать вам лучше купить сразу 5 литровый даже если у вас будет кисточка где-то на грамм 500 вот как у супер экстры да вот такая вот хорошие даже если пол сеточки будут будет пустая кисточка будет проветриваться и ничего страшного так сказать не будет вот хуже не будет но если у вас будет вот такая килограммовая кисточка как вот это и вот это в принципе вот она вот и вот такая вот она то килограммовая уже в двухлитровый у вас не залезет тем более ягоды будут еще расти вот поэтому лучше берите 5 литровые пусть они будут немножко подороже но они вам все равно пригодятся они вас будут выручать в нужный момент да у супер экстра немножко поменьше кисточки покороче но ягодки тоже крупные хороший я честно говоря еще одного вредителя только что заметила на своей винограде уже закрыла от ос потому что по выедали такие ягоды самые красивые самые спелые защитила от птичек смотрю вот в той сеточки опять разгрызана ягода я не поняла думаю что же это такое кто там еще мог проникнуть туда смотрю внутри сеточки бегает два муравья вот они на пару туда забрались как они туда залезли или через ячеечку или как где-то вот здесь я не плотно завязала может быть они здесь где-то проникли не знаю ну уже бегают уже надкусили ягодки и на ягодках уже дырочки вот сок выступает и они работают там то есть если вы даже будете одевать то где где-то в районе плодоножки не свободно вот так прям плотненько нужно завязывать чтобы муравьи туда не пролезли потому что желающих очень много полакомиться что же еще хотела вам сказать есть другие немножечко на это время года характерные признаки порчи винограда так сказать тоже коричневые пятна на наших ягодах вчера пришел ко мне сосед и говорит смотри у меня гниль на моих кустах на ягодках до чем опрыскать я сначала подумала что это солнечный ожог посмотрела вот вроде как мне показалось что это солнечный ожог потом пригляделась пятнышко с одной стороны ягоды и с другой и тут я задумалась ого это скорее всего не ожог потому что ожог будет только с той стороны где светит солнце с другой стороны ягоды ожог не может быть вот и все-таки оказал оказалось это точно гниль шли у нас очень сильные дожди просто заливали сейчас палит солнце просто невозможное и все вот эти вот возбудители и грибки быстренько вступили в действие поэтому может быть на виноградных ягодах и гниль и аидиум и мельдию и все что хотите и солнечные ожоги просто нужно вовремя среагировать потому что очень быстро это все нападает у меня на виноградники слава богу гнили я не видела единственное что я видела и как бы так сказать подгнивали ягоды те которые успели лопнуть после дождя когда сильные шли дожди ягоды некоторые лопнули те которые уже скорый срок созревания ранее вернее вот это супер экстра и тайна монаха на моем винограднике и ягодки начали лопаться ягодки лопнули туда попала инфекция грибок или что-то еще мушки прилетели начали кушать осы и все остальные и конечно же занесли туда и вот эти ягоды которые были лопнуты они стали коричневыми я вижу что они видела что они такие нехорошие да вот они начали подгнивать я их быстренько все убрала вот запечатала их поместила их в эти мешочки и сейчас смотрю вроде ничего больше такого нет но перед этим я за несколько дней сначала опрыскала виноград весь вот потому что я понимала что после дождя и наступит солнце и будут обязательно и гнили и болезни и все что хочешь вот поэтому я вам просто советую подойти к своим виноградным кустам и внимательно посмотреть на гроздочки на листики вот так сказать держать руку на пульсе все время вот чтобы вы посмотрели на листья свои и могли определить болезнь это или это что-то другое вот и на своих виноградных кисточках тоже вы должны уметь определять солнечный ожог это или какие-то гнили или какие-то если там такие знаете как точечки такие как будто вот грибок на них сел да значит это уже или мелью или аидиум или плодовые гнили какие-то нужно срочно принимать меры только единственное мой вам совет нужно принимать меры соответственно с тем что вы диагностируете так сказать если солнечный ожог вам нужно закрывать свой виноград если это гнили вам нужно срочно опрыскивать только нужно смотреть обязательно на срок созревания вашего винограда если ваш виноград уже практически готов вот то есть он практически созрел нужно опрыскивать только биопрепаратами обязательно убрать больные гнилые и там лопнутые ягоды и опрыскать те ягоды которые остались если срок созревания у вас ранее значит биопрепаратами если срок созревания например конец сентября еще то можно еще и химическими препаратами обработать Потому что в таком случае где-то срок ожидания у таких препаратов где-то 24-25, ну до 30 дней это максимум, где-то 20-25 дней. То есть еще вы успеете, еще успеет пройти срок ожидания, и ягоды у вас не будут, так сказать, ядовитые, и все хорошо будет до срока созревания вашего винограда. Если вы не имеете такой возможности опрыскать чем-то химическим, и нет у вас и биопрепаратов, самое простое, что может быть, это йод. Вот, как советовал один хороший виноградарь с Украины, он сказал, что во время созревания уже и окрашивания ягод, если наступает какая-то болезнь, самое хорошее средство, которое может быть от болезни, это йодит калия. Ну, можно, если нету ничего больше, если вы этот йодит калия не можете найти, значит, хотя бы йод. Вот, где-то 15-20 капель на ведро воды вы капаете, размешиваете и опрыскиваете свои кисточки и свои листики. Некоторые, я слышала, здесь опрыскивают содой. Я, честно говоря, не сторонник этого, я ни разу этого не делала, не знаю, какую пропорцию нужно, вот, хотя слышала о разных пропорциях. Я знаю, просто одна моя коллега на работе опрыскала малину содой, малина вся засохла и пропала, поэтому я этого вам не советую. Не знаю, как работает она, эта сода. Ни разу я, честно говоря, не применяла на своем участке ее. Вот, вот, йод применяла, золу тоже применяла. И, кстати, это очень хорошее, кстати, средство зола и при болезнях, и при вредителях. Дело в том, что сейчас, вот именно во время созревания ягод, нужно бы даже обязательно опрыскать свой листовой аппарат. Вот эти вот все листики, которые кормят наш виноград, наши кисточки и ягодки, вот, раствором золы. Делается зольный настой, настаивается где-то сутки, двое желательно, потом размешивается хорошо, берется с этого маточного раствора где-то литр настоя и размешивается в 10 литрах воды. И потом в опрыскивателе, и вы опрыскиваете листовые пластины, листики своего виноградника. Во-первых, зола это кладезь минералов и микроэлементов. Это калий, магний, фосфор. Это те микроэлементы, которые очень сейчас нужны вашему винограду для того, чтобы ваши ягодки были сладкие, для того, чтобы они были красивые, хорошо вызревали. Это нужно для вашей лозы, чтобы она тоже вызревала и закладывала плодовую почку на следующий год. Вот, и помочь своим кустам набрать хороший сахар, вот это именно вам зола очень хорошо поможет. Если у кого-то есть удобрения калиево-магниевые или фосфорно-калийные, очень хорошо. Разводите по инструкции, только если вы будете удобрять под корень, это одна схема. То есть, как бы, больше пропорция идет под корень, да. Если вы будете, если, например, у вас там 50 грамм на 10 литров воды идет под корень, значит, по листве идет ровно половина, да. 25 грамм на 10 литров воды. Размешиваете. В основном такие удобрения плохо растворяются в воде, поэтому их нужно растворять в горячей воде. Растворили где-то 50-60 градусов, растворили это удобрение, размешали с водой и опрыскиваете свои листы. Опрыскивать листья нужно обязательно или рано утром, когда солнышко еще не встало, или поздно вечером, чтобы не обжечь эту всю листовую пластину, листовую массу. Потому что ей и так сейчас очень тяжело. Почему горят наши ягоды? Потому что вот этот весь огромный листовой аппарат испаряет огромное количество влаги. Вы даже не представляете, насколько много влаги этому корню, этому кусту нужно достать с земли, чтобы наполнить и вот эти ягодки, чтобы они каждый день у вас становились все больше и больше, слаще и слаще. И себя, так сказать, поддерживать вот в такой форме, чтобы быть необожженными, чтобы быть здоровыми, вот чтобы помогать своим лозам, чтобы они вызревали. Это листовая масса делает вот эту всю работу. То есть нужно помочь в это время, в жаркое такое время своим кустикам, чтобы куст не так перенапрягался, так сказать. Нужно обязательно поливать свои виноградные кусты, хотя бы по пару ведер, по тройку ведер в день, чтобы виноград мог, так сказать, не так сильно страдать и восстанавливать свои ресурсы, свои силы. Вот. Что еще я хотела вам сказать? Почему нужно вот в такое жаркое время понемножку поливать виноград? Потому что если он будет сухой стоять сейчас в эту жару, и потом внезапно у вас пойдет ливень, а обычно так и бывает, что если была засуха, потом идет не дождик просто, а сильный ливень, да? Проходит большое количество осадков, поступает в землю, в корень, и виноград что делает? Начинает лопаться, потому что это все происходит очень быстро. Виноградная вот эта кожица от жары у вас будет не пластичная, вот, и такая суховатая, потому что влаги в кустике мало, и попадая под корень большое количество воды, кожица начинает лопаться, если кожица тоненькая. Вот то, что и происходило, вот в эти дожди с моим виноградом супер экстра. Некоторые ягодки полопались, вот, потому что практически уже на грани созревания виноград, кожица стала тоненькая, вот, и ягодки полопались. Вот, чтобы этого не было, хотя бы в день по ведру, по два, если вы видите вот такая вот 30-30 с лишним градусов стоит жара, полейте свой виноград, не жалейте этой воды, потому что это дорогого стоит. Не надо заливать там помного, ну, хотя бы по ведру по два полейте, чтобы все время в этом, в корневой системе, в вашем листовом аппарате, вот, во всех побегах находилось какое-то количество водички, и куст мог расходовать ее правильно, и на кожицу виноградных ягодок, и в листья, чтобы поступало, и в корень, то есть, чтобы никто не испытывал никакой жажды. Вот, если же на улице стоит умеренная погода, где-то там 22-25, даже до 28 градусов, да, то ничего страшного, я так думаю. Поливаете виноградные кусты не чаще, чем раз в неделю, вот, по несколько ведер, и это кусту будет очень даже достаточно, вот, но если сильная жара, нужно, так сказать, предпринять чуть-чуть другие меры. Вот, вроде как все вам рассказала, то, что хотела о винограде. Сейчас надо обязательно подкормить после полива свои виноградные кустики, чтобы помочь им, потому что уже не за горами сентябрь, через недельку наступает сентябрь месяц, это пора вообще активной подкормки калиево-магниевыми или фосфорными удобрениями, потому что, сами понимаете, нужно, чтобы наши лозы вызрели к холодам, и когда мы будем обрезать свой виноград осенью, чтобы они были полностью вызревшие, и заложилась там плодовая почка. Вот это для этого нужно все сделать. А так больше, вроде как, ничего. Еще хотела сказать про листья. Вот, смотрите, вот такие листики, если вы увидите на своем винограднике, вот такой вот, вот эти листики, ну, вот красные пятнышки, я вижу, это уже подпалились, по-моему. Ну, что происходит с виноградом, вот когда у него появляются вот такие вот листья. В основном эти листики появляются самые нижние, которые ниже всего, ближе всего к кисточкам. Вот, это высвобождается и азот, и калий, и магний, и фосфор, и все, что хотите. Все микро- и макроэлементы высвобождаются с листиков, если их не хватает внизу, там, в земле, у корня, да, куст, если не имеет такой возможности где-то их еще взять, он их высвобождает из листьев. Вот, некоторые говорят, ничего страшного, пусть ничего, это старые листья, они уже практически отработали. Ну, если вы это видите, я так считаю, что у меня еще не до такой степени критично, вот, по несколько листиков нижних вот таких появилось, а есть у людей полностью весь куст, вот такой вот бедный, он уже салатовый весь стоит, а не зеленый, вот, прожилочки только, видите, зелененькие, все салатовое. Нужно просто сейчас начать подкармливать свой именно вот этими элементами. Азота минимально, если у вас есть удобрения, в которых там 8-6% азота, еще более-менее ничего, ну, лучше, конечно, вообще азот сейчас в это время не вносить под кусты, потому что он уже ему не нужен. Ну, в какой-то мере нужно немножко для роста ягод, еще у кого поздние сорта, вот такие вот, средне-поздние, так сказать, как байконур, которые еще не вызрели, да, вот, там немножко еще азот нужен. А для листовой массы, для побегов уже никакой, никакого роста уже не нужно. Вот, все мы верхушки уже прищепнули, чтобы вся сила роста шла в наши гроздочки, в наши ягодки. И следим обязательно за нашими пасынками. Это обязательно условие выращивания столового винограда. Вы постоянно должны просматривать свои кусты, чтобы пасынки у вас не росли, чтобы у вас был один листик в пазухе главного листа. Все остальное вы должны отщипывать. Вот сейчас наглядно покажу. Вот он, основной лист, а вот этот лист, это на пасынке. Вот, видите, вот это пасынковый лист, а вот это лист основной. Все остальное прищипнуто. Все, здесь ничего нет, чтобы молодых у вас побежков не появлялось там. И сверху нужно следить тоже, чтобы у вас все, кроме двух верхних пасынков, ниже ничего не росло. Такое молодое, зеленое совсем. Почему еще этого не нужно делать? Потому что на верхушках, когда появляются новые молодые листики, если у вас где-то даже у соседей виноградные кусты болеют мильдию, аидиумом, антракнозом и всеми другими грибковыми заболеваниями, вот те самые молодые зелененькие листочки, которые только что распустились, они в первую очередь подхватят вот эту болезнь, потому что они не могут справиться самостоятельно. И чтобы вам постоянно не обрабатывать химией свои виноградные кусты, просто вовремя удаляйте молодые пасынковые листики, побежки вот эти, чтобы молодых листьев у вас, кроме двух верхних пасынков, не было на кустике. А вот эти листы, которые у вас уже есть и давно уже растут, с начала лета, с весны, да, они уже несколько раз у вас обработаны, они уже, так сказать, защищены от болезней и вредителей, и они уже так не хватают быстро, вот эти все болезни. Только молодые листики, которые вот-вот только начинают распускаться. Поэтому просто внимательно относитесь вот к этому всему, к зеленым, так сказать, операциям, вот, обрывания вот этих вот пасынков и молодых листочков и побежков. Вот, и, так сказать, смотрите за своими кустиками, чтобы они были вовремя политы, вовремя укрыты. Хотела еще показать вам свой виноград Ливия, который я тоже вчера закрывала мешочками. Все гроздочки, еще не все до конца, правда, закрыла. Сейчас буду дальше продолжать. Вот, вот это тайна монаха. Тоже крупненькие, хорошие ягодки. И байконур еще здесь тоже не успела закрыть. Вот, все нужно укрывать, потому что здесь у меня и ос, и пчел очень много. Цветы цветут. И, конечно же, они собирают и нектар, и, конечно, хотят виноградиком полакомиться. Поэтому не надо давать им такую возможность, чтобы они портили ваш урожай. Вот, смотрю, здесь у байконура тоже уже солнечные ожоги появляются. Тоже надо срочно одевать сеточки. Вот, смотрите, вот это солнечный ожог. Самый настоящий солнечный ожог. А ягодка хорошая, крупная. Вот, чтобы этого не было, делайте то же самое. На этом буду заканчивать свое видео. Берегите, сохраняйте свой урожай. Защищайте его от всего плохого, от насекомых, от болезней, от солнышка. Чтобы вы не зря потратили целое лето. Смотрели, ухаживали, поливали, опрыскивали. И чтобы просто вот так вот не потерять свой красивый, хороший урожай. Очень жалко. Вот. Желаю вам успехов, крепкого здоровья. До свидания. Продолжение следует...